Александр, приветствую тебя! Приветствую, Артём! Доброе утро, дорогие друзья! Торговая сессия вторника, наш традиционный совместный эфир, в принципе, по уже устоявшейся традиции, друзья, вы никогда знаете, мы в формате таких эфиров, стримов, обсуждаем рыночные ситуации, техника, фундамент по тем инструментам, которые нам, в данном случае с Александром, кажутся наиболее перспективными и интересными. Все это делается для того, чтобы вам помочь больше ориентироваться в рынках, все-таки получить экспертную оценку. Александр проделится именно техническими нюансами, взглядом на те, что ему кажется перспективным. Ну а я все это сопровожу фундаментальным фоном, как вот мы с Александром обсудили сейчас кулуарно, вне эфира. Действительно, неделя обещает быть очень жаркой, это неделя заседания центральных банков. Причем эти важные события, они только лишь впереди. Завтра заседание ФРС, в четверг сразу ЕЦБ и Банк Англии. Поэтому, безусловно, все будет активно ходить. Даже если вы не обращаете внимания на евро, на доллар, на фунт, хотя даже не представляю, как на это сейчас можно не обращать внимания. Ну, например, вам больше интересно Австралию, есть доллар, новозеландский доллар. Если вы считаете, что колотились вас не коснется, вы глубоко заблуждаетесь, друзья. Рынок весь будет в движении, потому что вершится история, меняются настрои, позиции регуляторов и их отношения к деньгам, которые раньше заливались в бешеных объемах в экономику, помогали в условиях пандемии. А сейчас эти деньги начинают потихоньку изымать, потому что все центральные банки и вся мировая экономика столкнулись с гнетущими последствиями бешеной инфляции, которая даже в США, друзья, по последним данным, пьяничным, уже стучится в планку 7%. Вы только вдумайтесь, для американской экономики уровень инфляции развивающихся стран, и это только лишь начало. Ну, давай тогда, Александр, демонстрация экрана, начнем мы с меня, секундочку. Я во всем вот этом многообразии новостного фона сейчас вижу несколько идей, которые могут принести очень хороший результат. Ну, во-первых, главная идея, она основана на моих ожиданиях укрепления протеста доллара, потому что ФРС в эту среду должен начать действовать более проактивно, как минимум увеличивая вдвое сокращение программы количественного смягчения. Возможно, даже будут комментарии относительно того, что сокращая более высокими темпами программу QE, соответственно, приближаются сроки первого повышения ключевой процентной ставки в США. Не важно, какой из этих комментариев будет сделан, какое решение фактически будет принято, все равно все будет об одном – об ужесточении политики. Доллар на этот фонд должен отреагировать, на мой взгляд, предсказуемым ростом. Я не могу сказать, что доллар сейчас настолько дорого стоит и настолько уже все заложил в курс, что реакция на заседание ФРС будет сдержанной. Мы сами все прекрасно видим, индекс доллара уже около месяца топится, по сути, на одних и тех же значениях. Поэтому все только впереди. Опять же, небольшая ремарка в связи с ростом ожидаемого, ростом волатильности. Контролируйте, друзья, риски, следите за загрузкой ваших депозитов. Это крайне важно. Пара евро-доллар локально снижается 1.1265. Я некоторое время назад примкнул к целям сети Bank of America и Morgan Stanley, которые прогнозируют 1.10. Единственное, чем я не согласен, это с сроками достижения этой цели. Уж очень далеки они до этих инвестбанков. У меня более приближены к реалиям текущего курса ожидания по времени. Я думаю, что 1.10 мы можем увидеть еще до конца января даже. Если, опять же, ФРС будет давать те решения, которые были анонсированы, это уже точаемую лентарную политику. Поэтому, друзья, вот текущие уровни, они очень заманчивы для того, чтобы шортануть с ближайшими целями. Это как-то срочная 1.12 и среднесрочная 1.11. И я сейчас, кстати, не касаюсь ситуации, связанной с новым штаммом Omicron. В еврозоне, кому интересно, можете легко найти информацию. Практически уже во всех странах выявлены первые случаи. В Англии, которые мы еще по старым добрым временам можем отнести к ЕС, там, к сожалению, вовсе уже летальные случаи, есть подтвержденные факты Omicron. Очень быстро распространяется вирус. С права были эксперты и представители Министерства здравоохранения Японии, которые еще три недели назад говорили о том, что Omicron распространяется в 3-2 раза быстрее, точнее, чем Delta. Я думаю, что будет плохое настроение у инвесторов, если говорить о настроении, только лишь потому, что происходит с евро, в данном случае, растет. Это хорошее настроение падает, неплохие настроения. Исходя из того, что до конца этого года ситуация с ковидом, скорее всего, ухудшится. И это как раз я рекомендую использовать через фартовую сделку по евро-доллару. Золото тоже в довольно узком коридоре входит. Это часовой таймфрейм. И я никак не могу дождаться своей цели 1750. Я понимаю, что свои цели, конечно же, не имеют ничего. Рынок в целом мне ничего не должен, и он не обязан идти к той точке, которая мне кажется вероятной. Куда может он сходить. Но я смотрю на золото с позиции фундамента и понимаю то, что золото будет очень не сладко в ближайшие дни, если укрепиться доллар. Потому что рост доллара – это априори повышение доходностей американских облигаций. А расти казначейские трежерисы золота, ну, такого не было никогда. Они не могут действовать в связке и показывать такую синхронную корреляцию между собой. Поэтому и золото, в принципе, которое могло бы вырасти на инфляции в высоких штатах, но не растет. Это говорит о том, что инфляционные риски и аргументация «покупай золото, потому что ассет инфляция сейчас не работает». Золото будет прислать продукт к доллару и, соответственно, может еще оказаться ниже. И еще один актив – это британская валюта. Здесь просто такой брос цели. Это 1,31-1,30. Мощный нисходящий ралли, потому что в Англии буквально через 5 месяцев после того, как были сняты последние карантинные ограничения, эти ограничения снова вступили в силу. И последний комментарий Бориса Джонсона, что под конец этого года, если в ближайшие дни ситуация с ковидом не улучшится, будет введен точно такой же локдаун, как действовал в 2020 году. Это и не дает сейчас фунту высунуть в голову. Соответственно, господажи преоплодают нисходящей тенденцией в приоритете. Короче, шорт и по этому активу тоже. Александр, слово тебе. Артем, я еще хотел вкратце затронуть тему. Возможно, вы уже с ребятами обсуждали. Я не так давно прочитал о том, что Evergrande все-таки объявил дефолт. И это, мне кажется, может негативным образом отобразиться на ситуации на рынках, не только в Китае, но и во всем мире. Потому что, как мы с тобой ранее об этом говорили, еще в самом начале нашей с тобой онлайн-встречи, это может потянуть за собой действительно весь канат натянутый, к которому все привязаны. И это может, наверное, все-таки негативно сказаться на будущем развитии ситуации в мире. Но, тем не менее, мы продолжаем торговать то, что видим, как говорится, и привыкли мы к ситуации, которая складывается по различным активам. Вот сейчас я постараюсь включить экран и поделиться с вами. Я надеюсь, видно, да? Да, уже видно. График, правильно? Видно. Отлично. Итак, что мы видим на текущий момент? Нефть, которая очень сильно скорректировалась две недели назад, как вы видите, сильное падение было. Выкупили, произошел оскок. И вот мы сейчас ударяемся в скользящую среднюю с периодом 21. Плюс здесь проходит нисходящая линия уже по локальным хаям, которые сформировались. Плюс еще вторая линия тренда. Я могу это нарисовать, чтобы ребятам было видно. Это раз, это может быть два. Те, кто отмечает себе линии тренда. И вот таким образом у нас нефть получается зажата во всех этих диапазонах, во всех этих сопротивлениях. Плюс скользящая средняя, которая также не дает возможности пока инструменту пойти наверх. И я все-таки отклоняюсь к тому, что даже с учетом небольшого задерга наверх мы можем увидеть в краткосрочной перспективе коррекцию. Но опять же, есть один маленький нюанс. Это вот уровень в районе 74 долларов, который очень четко удерживается. И вот ниже него будет уже верняковое движение вниз. Потому что те ребята, которые здесь рассчитывают на лон и набирают позиции наверх, им придется где-то выходить. И вот если они начнут выходить, то, соответственно, ниже 74 можно будет рассматривать шорт. Потому что они помогут этому шорту и спровоцируют достаточно сильное движение. Точно так же, как и те ребята, которые шортят в этой зоне. Есть же всегда два вида игроков на рынке. Те, которые рассматривают шорты, им будет, конечно же, выгодно снижение цены ниже 74. Но совершенно невыгодно поход цены выше 76.50. И вот 76.50 – это вот та верхняя граница этого канала, которая определяет дальнейшую судьбу нефтяных котировок. Нефть очень интересна по той причине, что с учетом того, что РТС, Сибербанк, Газпром все снижаются, нефть пока ни в какую сторону не идет. Это говорит о том, что у нефти сейчас есть своя жизнь, своя политика. И это помогает трейдерам, которые не сильно волнуются, не сильно привязываются к другим инструментам, торговать спокойный актив. В данном случае я говорю про нефть. Почему спокойный? Потому что за последнюю неделю он стоит в боковике и происходит накопление оппозиции. Только куда именно мы увидим спустя время, когда произойдет выход. В это же время, как мы с вами предполагали ранее, благодаря тому, что сформировалась у нас нисходящая тенденция по Сибербанку, мы рассматривали этот актив две недели назад в шорт, но так оно и произошло. В принципе, и как вы видите, снижение инструмента продолжается. Уже формируются новые линии тренда, которые не дают инструментам вообще никак. Не то, что отскочить, а даже попытаться сформировать какой-то ланговый откат не получается. Очень сильно дарит вниз все уровни, которые раньше удерживал инструмент, были максимально быстро пробиты на больших объемах. И я не говорю о том, что наступила какая-то паника на рынке, но тем не менее мы уже подошли к критическим зонам поддержки в районе 26.326.5-26.00. И вот здесь можно будет посмотреть. Плюс нарастание объема, которое произошло на дневном графике, может свидетельствовать о краткосрочной остановке и возможном откате. Как быстро этот откат произойдет и как высоко он пройдет, пока неизвестно. С учетом того, что сегодня инструмент открылся вниз, уже резко его выкупили, он сходил наверх, и начинается болтанка. Говорить о том, что сегодня какие-то движения пройдут, я бы не стал. То есть проблема для трейдера, самое главное заключается в том, что возрастает волатильность, соответственно, возрастают риски входа в сделку и повышения размера стопов. Но хороший положительный момент заключается в том, что за счет волатильности есть более сильные движения, которые помогают заработать быстрее. Поэтому нефть и Сбербанк – это очень интересные активы для торговли на российском рынке, потому что они ходят. То есть я не говорю РТС, потому что РТС может быть для некоторых дорогим активом в плане комиссии, в плане волатильности, в плане стопов. Поэтому я выбрал Сбербанк, который более-менее адекватный, у него хороший АТР, который составляет 1675 пунктов. Что касается у нас других активов, если мы говорим про криптовалютный рынок, ну, тут немножко сложнее все. Я вам сейчас скажу почему, потому что у нас происходит так называемый, я не могу сказать распродаж, абсолютно нет, но у нас происходит некая коррекция на рынке и достаточно глубокая. И самая главная проблема криптовалютного рынка на сегодняшний день заключается в том, что все провалы не выкупаются. Все провалы, которые происходят на рынке, все заливы, они проходят глубоко, откаты очень маленькие, без особого энтузиазма и идет продолжение движения вниз. Это влечет за собой особую панику на рынке криптовалют среди тех участников, которые не имеют достаточно большого опыта торговли. Они начинают выходить из позиций, сливать по любым ценам, что провоцирует дальнейшее какое-то движение по тем или иным неликвидным инструментам. Потому что биток, конечно, у него большие объемы, эфир большие объемы, есть инструменты, у которых очень мало ликвидности за день. Соответственно, ребята пытаются брать такие, потому что их легче разогнать. Тем не менее, на сегодняшний день я бы остался все-таки в идее брать сильные инструменты, такие как Солана, к примеру, Луна, если вы рассматриваете докупку на средний срок от текущих уровней, то есть Луна, Солана, Матик, очень хороший инструмент, инструменты Алга даже можно посмотреть. Это те инструменты, которые будут расти. Почему? Потому что на некоторых строятся различные проекты, некоторые используются в тех или иных проектах, и Алга используются для расчета, у них своя инфибиржа, площадка, на которой можно продавать картинки и видео. Поэтому вот такие инструменты я бы рассматривал в Луна. Очень интересный актив, уже можно сказать актив. Потому что кто занимается, либо кто-то слушает новости по баскетболу, компания Crypto.com заключила 20-летнее соглашение с командой Los Angeles Bakers и переименовали Staple Center в Crypto.com Arena. Это говорит о том, что это просто шикарнейшая реклама на всю Калифорнию, где у нас, как вы знаете, есть деньги, и, соответственно, в долгосрочной перспективе, я думаю, этот проект уже имеет roadmap на 5-10 вперед, я не знаю, что они будут делать, поэтому плюс это биржа, здесь можно хранить активы, здесь есть дополнительные бонусы и плюшки, которые можно использовать, и вот текущая цена, даже 0.54 может быть достаточно привлекательной для покупки на средний долгосрок. Поэтому можете присмотреться, хорошие активы, и с учетом тех спонсорских обязательств, которые они дурят на себя, они развиваются достаточно сильными темпами и имеют достаточную ликвидность. Артем? Спасибо большое за, как всегда, пересчерпывающий анализ рынка криптовалют, точно есть из чего выбрать, друзья. Согласен, многие из этих монет, которые были названы Александром, даже подали в поле зрения, меня, как человек, который далек от криптоиндустрии, но о них, об этих проектах слышал. Действительно, я согласен, что если говорить о будущем криптоиндустрии, то только вот как раз через такие мощные и потенциально растущие альты. Так, Александр, большое тебе спасибо за твой анализ, соответственно, за уделенное время. Остается, дело за малым, в кавычки тут же возьмем, это дождаться вот таких мощных фундаментальных событий и посмотреть за волатильностью, попробовать на всем этом заработать. Идеи, друзья, вам даны, рекомендации тоже, соответственно, от вас зависит, брать их в работу или нет. Ну, а мы с Александром снова вернемся к вам, обсудим ситуацию уже в следующий вторник, уже по горячим следам вот этих заседаний центральных банков, но я думаю, что рынки будут уже совершенно на других уровнях, это точно. Спасибо тебе, Александр, и хорошей торговой недели. Спасибо тебе, Артем, и всем нашим участникам и слушателям я желаю хорошей недели, до новых встреч. Всем пока. Пока.